Приветствую вас! Сегодня 7 ноября в грузинском городе Телави, регион Кахетия, празднуют день рождения царя Эрекля II, который при жизни стал легендой. Со дня рождения маленького Кахи, как его с любовью прозвал народ, прошло 32 года. В связи с праздником Телави прошли разные мероприятия. В Твилисе перед посольством и консульством Польши бесконечные очереди граждан Грузии, желающих уехать в Польшу на заработки. Это свидетельствует тому, что власти Грузии не занимаются решением социально-экономических проблем. Народная партия Грузии «Сила народа» подала официальную жалобу на США за фальсификацию итогов выборов в Грузии. Процесс идет через Национальный фонд в поддержку демократии, который признан в РФ нежелательным. Чудоисты Лукамай Сурадзе и Лаша Шабдатуашвили принесли сборной Грузии бронзовые медали на турнире Большого шлема по дзюдо в Баку. А сборная Грузии по вольной борьбе У-23 завоевала 4 золота на международном турнире имени олимпийского чемпиона Кристиана Палусалу в Таллине. Сборная Грузия по регби начала серию наябрьских тестов с победы над Уругваем. Швейцарская авиакомпания «Эдель Вайсейр» собирается запустить прямые рейсы в Швейцарию. Цюрих, Тбилиси, Цюрих. В Грузию также приехали представители авиакомпании «Флай Дубай» и знакомятся с турпотенциалом Грузии. В Швейцарской авиакомпании на проспекте Ахмашенебели полиция задержала гражданина России, который публично оскорблял Грузию и его жителей. Несмотря на неоднократные призывы сотрудников полиции прекратить указанную акцию, он не подчинялся и продолжал материться. В Грузии планируют создать авиационный сервисный центр. В регионе Кахетрия открылся завод по производству биоразлагаемых трубочек для напитков. Из США, Норвегии и Испании в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы. Однако украинские власти не исключают эвакуации населения Киева. Удачи всем вам!